Ну давай, расскажи, как ты делаешь свои самые вкусные для меня котлеты? Вместе готовим сейчас котлеты. Покажу тебе, как надо делать, как мы делали всегда. Сначала мы замачиваем... Я всегда кладу хлеб, свежий или немножко подсохший. Его нужно залить немножко водой. Он полежит, размокнет. Именно водой, другие молоком делают? Кто молоко... Делают, кто как... Ты молоком. Ой. Я водой. Ты водой. Да, вот водой. Вот, сейчас подбавим еще побольше водичек. Пока он лежит, будем делать. Я в котлеты... Кто кладет чеснок, выдавливает фарш, я ру лук натертый. Кто кладет чесноком, да, чесноком. Пока хлебушек размокает, мы все это сделаем. Так... Ну что у нас хлеб? Вот хлеб у нас размочился. Да... И мы его выкладываем сюда. Очень сильно отжимать хлеб не надо. Чтобы вода все-таки чуть-чуть была, да? Да. Вот так. Потом мою любимую толпушку. Моя любимая толпушка, да. Ну, вот мы так разминаем хлеб. Теперь выкладываем фарш. Фарш у меня из говядины и из свинины. И я всегда проверяю фарш так. Если берешь фарш и после этого не липнут руки... Да. Значит, мясо будет нежное, не будет жесткое мясо. Понятно. Вот берешь, допустим, вот он не прилипает. Да. Все, кладем. Вбиваем туда сразу яйцо. Поперчим. Если свежемолотый перец, будет еще вкуснее. Но у меня нет свежего говядины. Перец. Соль. Почему-то окошко, потому что он очень хорошо смешивается. Не знаю, у тебя самые вкусные котлеты. Нигде, никогда я вкуснее не ела. Котлеты действительно вкусные. Но тоже их нужно уметь сделать. Ну, когда человек один раз попробует, у него все это будет получаться. Не скажи. Ну, не скажи. Лук ебрёный. Да. Хорошо. Вообще вкусные, сочные котлеты. Ну, я думаю, что много хозяев, конечно, умеют делать и вкусные. Свои секреты есть. Но твои, это, конечно, высшее качество. Уже сколько я их сделал за всю жизнь. Так. Перемешаем. И теперь я все делаю это руками. Чтобы получились они пышные, чтобы все соединилось, надо делать вот так. Отбивать фарш. Отбивать, да. Тогда не соединяется там и хлеб, и лук. Вот это я помню с детства, что ты била всегда. Да. Вот видите, когда хорошее мясо, тесто, то по краям ничего нет. Нету ни жира. Жир всегда здесь будет, если очень жирный фарш. Котлеты будут сухие. Котлеты не будут сухие. Если вокруг все прилипшее. Если прилипшее. А если как у тебя, то всегда сочные. Воду надо лить всегда. Она будет сочнее. Котлеты. Ну, например, ты добавляешь воду, но у тебя же никогда не бывает, чтобы там выходила из котлет вода, они были сухие. У тебя всегда вкусно. Потому что хлеб. Но ты же отбиваешь еще для того, чтобы кислородом обогатился, да, этот? Не знаю. Так бабушка делала, все это отбивали. По мне так потому, что соединяется все. Вот вода уже впиталась. Фарш там ничего нет. Не фарш, не липкий, не... Покажи руку. Рука же чистая, остается. Ну вот, это то, что это хлеб. Не то, что там это... Уже сухое не будет никогда. Так, спас на руки. Поставим воду. Так, наливаем масло. Масло я беру это. Да, слобода. Слобода. Уже написали комментарий в сырниках, что бесплатная реклама, да. Уже говорить не замечу. Каждый берет, что хочет. Но зато написали, что у меня голос противный, а у тебя приятный. Ну, когда им будет столько лет, сколько мне, у всех будет хороший голос. Ну, тебе должно быть приятно, вот видишь, у тебя хоть хороший. Очень хороший. Так, теперь я беру, смачиваю руки. Не надо сильно, просто чуть-чуть. Смачиваю ложку. Вот у меня эта ложка мерная. Да. Сколько получилось, столько получилось. Делаю шарик. Ну, ну, они все будут одного размера. Ну, я тоже всегда стараюсь делать котлеты, как бы, как ты меня учила. Но такие вкусные, как у тебя, у меня все равно никогда не получаются. Тоже, как бы, хорошие, вкусные, но не такие. Ну, пока люди научатся, кто пересолит, кто не досолит. Но я не отбивала никогда. Ну, отбивать же надо всегда. Я что-то как-то про это забываю и не смогу. Но котлеты, это вкусно, правда? Они вкусные, они быстрые. Котлеты жарятся все 15 минут. 15 минут. Нет. Как это, значит, грубо говоря, половина времени на одной стороне, половина на другой? Нет, они вот сейчас начнут поджариваться. Ты посмотришь. Как только они начинают до половинки билет, значит, они уже на половинку поджарят. Это желательно нажать на большой сковородке, чтобы они не соприкасались. А, не соприкасались? Да. Одну побольше поджарят. Давай, одну побольше поджарим. Вот, а билет белеет. Да. Значит, с той стороны уже она поджарилась. Не факт. Факт. С той стороны она поджарилась, потому что уже побелела. Ну, желательно не дергать, чтобы они не пригорели. Стоит сто раз и не подсматривать. Ну, конечно. Все, спасибо. Пока даем возможность образоваться корочкой, да? Ох. Нет, у меня даже такого цвета не получается. У меня сразу какие-то темные всегда. Да, потому что мало масла, большой огонь. Потому что мало масла, большой огонь. Ну, вот это сейчас я в таком-очем огне. Но ты будешь крышкой закрывать или нет? Нет, когда я немножко сейчас подругляюсь внизу, я заливать буду крышкой. Закрывать крышкой. Немного рыцаря. Еще раз добавлять воду. Я все добавляю воду. А я не добавляю. Нет. Я рассчитываю на конверсат с крышкой. Кому нравится очень обжаренные с корочкой, те могут крышкой закрыть и без воды. Да. А мне нравится, когда они уже обжарятся, и потом, наверное, уже шло воду, они получаются мягкие, сочные и не подгорелые без корочки. И мне так нравится. Ну, ну. Потому что это вкусно. Угу. И мы добавляем воды. Все. Сейчас на средний огонь. Вот, что получается. Ну, поняла, да. На средний огонь. Все. И еще минут 10 и готово. Вот сейчас одни немножко протушатся. Кому нравится, чтобы была корочка, откройте крышку, и вода выпарется, и у вас получится корочка. А, понятно. Перевернуем на другой значок. Знаешь, что написано? Опять руками. Возьмите две вилки. Пускай сходит ресторан Мишель и посмотрит, что там будет. Вот, поворотные квалифицированные, тогда будут сейчас возьмем. И тем более мы готовим дома. А то, что я снимаю видео. А мне все равно. Мне главное, что это было вкусно. Ну, вот. Вода испарилась. Так. Сейчас почти подогнал. У меня не остается такая чистая сковорода. У меня всегда облеплена она там этим соком. Рано переворачиваешь. Рано не надо переворачивать. Ну вот. И у тебя они всегда очень пухлые, такие сочные. Потому что хлеб я выбиваю. Нет. Выбиваешь. Понятно. Вот так выглядят самые вкусные в мире котлеты высшего качества. Хотя ничего премудрого нету, кроме того, что вот все-таки эти отбивания твои, они очень результативны в итоге. Хотя такая мелочь, но... Кто с корочкой, кто без корочки? Во-первых, они получаются незажаренные. Это можно кушать и тем, которым нельзя жирные ест. Помидоры у нас называются пломью сливовые. Пломью, да. Малосольные огурчики. Эх, твои. Да. Ах. Вместе с мамой сейчас будем кушать котлеты. Да, еще картошечку сейчас пожарим. Отбитые котлеты. Отбитые, да. Отбитые. Чем проще, тем вкуснее. И мы готовим всегда без зелени. Да. Котлеты без зелени. Очень вкусно и быстро. Мне так нравится. Чем проще, тем вкуснее. Чем быстрее, тем лучше. Ммм, котлеты мечта. Высшее, высшее качество, высшее. Очень вкусно и здоровье. Спасибо. Они прямо сочные. Вот потому что отбивать надо. Немножко водички, Паш. Я добавляю воду, Паш, но такой у меня никогда не получается. Ммм. Очень вкусные. Прямо вот у тебя всегда чувствуется как бы вкус мяса. Ну, мясо. Если положить ботон хлеба, то мяса не больше. Это понятно. Твои котлеты можно кушать вообще просто так, на халяву. Ну и, наверное, нельзя их дольше тоже пережаривать. Как ты сказала, хватает этого времени? Абсолютно. Ой, ну они. Они под крышкой, с водой. Вода, она там гибит и прогревает все сразу. Невозможно. Ну прямо, понимаешь? Сейчас мы будем кушать. Как пух. Не могу ждать. Как пух. Да, простят меня зрители, но невозможно просто удержаться. Очень вкусные. 中國. Рецепт. aren. Субтитры сделал DimaTorzok